Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Видеошопер. Это обзор новенького планшета от компании Honor, Honor Pad X9. Планшет стоит, ну, относительно небольших денег, учитывая, что здесь есть поддержка LTE, то есть можно поставить SIM-карту и пользоваться им как телефоном фактически. Итак, начнем. На самом деле, первая его особенность, о ней наверняка, когда читаете описание про этот планшет, сразу увидите 6 динамиков, ну, это очень редко бывает. Буквально там один из 20 планшетов обладает таким количеством динамиков. 6 штук, при том 2 по бокам, со второго бока еще 2 и снизу еще 2. Но, честно скажу, друзья, на самом деле на громкости выше 70% мне не очень нравится звук, он немножко рисковат. Зато, если высокую громкость вы не используете при прослушивании фильмов или музыки или там роликов на YouTube, то звук такой достаточно интересный, он чуть богаче, чем обычные динамики. Ну, честно, вот эти 2 динамика какого-то значения решающего, сказать, что играет лучше, чем 2 динамика или 4, я не могу. Плюс рисковать слегка на мои уши. То есть на высокой громкости некомфортно слушать. Планшет металлический. Единственное исключение, верхняя часть пластиковая. Почему? Потому что это делается специально для хорошего приема сетей. Wi-Fi, соответственно, 4G модули, они в верхней части находятся. В планшете 2 камеры на 5 Мп одинаковые, о них чуть позже расскажу, о качестве. Одна фронтальная, одна тыловая. Динамика, как уже упоминал, естественно, USB Type-C. В комплекте, правда, 18-ваттное зарядное устройство. Это немного, учитывая большую емкость батареи. И практически все. Единственные 2 нюанса. Первый, я уже говорил, здесь есть поддержка не только карт памяти, хотя самой памяти в планшете много, но и сим-карты. Можно пользоваться планшетом как телефоном. И вторая вещь, которая меня порадовала, я ожидаю, что она должна быть, она здесь есть. Дополнительный микрофон. Он используется и при записи видео, к примеру, и для разговоров. Хуже не будет точно. Это хорошо, что он здесь есть. По камерам они абсолютно одинаковые. 5 Мп толовая, 5 Мп фронтальная. Честно говоря, уровень, не знаю, 2018 года. Что-то сфотографировать, расписание работы какого-то учреждения не более. Качество довольно-таки средненькое. Видео тоже на него снимать я не представляю, для чего. Потому что, во-первых, трясет, во-вторых, качество очень плохое. В остальном, кстати, планшет интересный. Но вот камеры хотя бы немножечко они подтянули. Камера это самое слабое звено в этом планшете. Давайте дальше. Дальше у нас экран 11,5 дюймов с относительно небольшим разрешением. В общей сложности это Full HD+, получается 202 пикселя на дюйм. Но это, в принципе, простительно для больших экранов, ноутбуки и планшеты. Они не обладают таким высочайшим разрешением, как маленькие телефоны. Относительно маленькие. 11,5 дюймов. Картинка довольно-таки сносная. Это IPS, естественно. На солнце, если на яркое солнце не выходить, яркости достаточно. В помещении достаточно. В поездках фильмы смотреть будет достаточно. Плюс какой? Это то, что 120 Гц частота обновления экрана. Притом можно сделать автоматический выбор. Можно поставить стандартное. Можно поставить высокое. Это чувствуется, менюшки листаются быстро, обновляется все быстро. В этом плане хорошо. В целом, экран хороший. Минусы. Олеофобка довольно слабая. Остаются отпечатки пальцев. Скольжение не очень. То есть, если как игровой, много движений делать, играть на этом планшете будет не очень комфортно. Но сама матрица, сам экран вопросов не вызывает. Для своей цены картинка хорошая. 120 Гц, нормальное разрешение, нормальная яркость. Вот использовать планшет в разных сценариях очень хорошо. По процессору тут чудес нет. За эти деньги мы получаем Qualcomm Snapdragon 685. На самом деле, это простой процессор. Но для планшета более чем достаточно. При желании можно даже будет запускать игрушки. Напомню, что все-таки олеофобка не очень. Но играть можно будет. Потянет. Стресс-тест, конечно, проходит изумительно. Открою вам секрет, когда процессоры не мощные, среднего и нижнего ценового диапазона. 685 это недорогой процессор, хоть и от именитого бренда Qualcomm. То проходит противный тест идеально. Ни нагрева, ни падения FPS, ничего нет. В целом, тоже вопросов нет. Сама оболочка достаточно шустрая. Нормально работающий планшет. Никаких тормозов я не заметил. Никаких вопросов нет к производительности в эти деньги. Нормально работает. Батарейка 7250 мАч. На максимальной яркости, если включить обычный фильм, сделать повтор воспроизведения, полный экран закрыть. И без звука на максимальной яркости экрана хватило чуть более 6 часов. Результат не очень хороший. Ну и не сказать, что провальный. Для планшета бывает больше. Многие планшеты 8-10 часов выжимают с аналогичным аккумулятором. Здесь же, ну считайте сами, в перелете на высокой яркости через наушники не очень громкий звук вам. Ну, три фильма точно посмотрите. Может быть четыре. А дальше уже заряжать. Подводя итоги, могу сказать, что понравилось, что не понравилось. Придираться в целом не к чему. Единственное, камеры, напомню, все-таки довольно-таки печальные. Но планшеты это можно простить, потому что мы все так или иначе ходим с телефонами. И в телефонных камерах всегда будет лучше. В остальном заявлено 6 динамиков. Но я не услышал какой-то прям очень... Не услышал какого-то хорошего, красивого звука. Повторюсь, лучше через наушники слушать. Потому что звук рисковатый в разных сценариях. Фильмы смотреть YouTube на высокой громкости будет чуть рисковато. Особо эти динамики больше, мне кажется, маркетинговый ход. Экран. Еще раз повторюсь, кроме плохого качества олефобного покрытия, остаются отпечатки. И скольжение не очень хорошее. Притом на нем нет пленки. Это сам экран. В остальном экран порадовал. Он достаточно яркий, достаточно сочные цвета. 120 Гц частота обновления. Нормального разрешения, вопросов нет. Да и в остальном планшет металлический, достаточно удобный. В комплекте идет только зарядное устройство, кабель USB Type-C. И для извлечения лоточка под сим-карту скрепка. В принципе, вы можете взять его в путешествие, зная, насколько его хватает. Там три фильма, грубо говоря, точно на нем посмотрите. Может быть четыре, в зависимости от длительности. Можно использовать как вместо телефона, как GPS, например, машину поставить, навигацию и так далее. На этом сегодня все. Сколько такой планшет стоит, смотрите по ссылке под этим видео. Спасибо, что нас смотрите. Если не подписывались, то подписывайтесь на YouTube канал VideoShopper. Всегда много обзоров на новейшие смартфоны, планшеты и другие электронные вещи. С уважением, Давид и команда VideoShopper. Счастливо, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok